Традиционная наша схема, ну, в этом году, да, это папа, мама, дочка и сын. Хотя не факт, да? Это могут быть трое сыновей, это могут быть две дочки, это может быть один ребенок, единственной неповторимой у папы и мамы. То, как устроены наши семьи. И обычно мы говорим, что в нашей семье кто-то зависимый. Сейчас мы теоретизируем, хотя каждый из вас может столкнуться с разного рода зависимостями, и более трехсот. Я напоминаю просто вам, на самом деле зависимости очень много. И любая болезнь, еще раз напомню, от слова боль. Не забывайте, что люди болеют, зависимость это болезнь, и основной там корень – боль. То есть за любой зависимостью стоит боль в семейной системе, боль лично каждого члена семьи, и боль, конечно, того, кто несет тяжелое. Тяжелое несет обычно зависимый член семьи. Ну, мы обычно так говорим о том, что младший чаще всего приобретает зависимость младший член семьи, но не всегда. Бывает, что и старший, бывает и оба, и бывает, что вся семья поражена, но тогда очень все непросто. И хочу вам напомнить, если вы из семьи, где есть дисфункция, и вы выросли в такой семье, вас воспитали, вы взрослые люди, обычно меня слушают взрослые люди в моей лекции, то где вас учили быть родителями? Вот где-нибудь кто-то говорил, кто такой родитель, как он функционирует, что он делает или не делает, за что он отвечает или не отвечает. На самом деле, нигде не учит. Такого курса нет в школе, такого курса нет ни в одном вузе, даже в педагогическом. Может быть, чуть-чуть, в литературе, которую вы нашли, может быть, есть грамотные книжки, но, по крайней мере, родительский класс об этом, где говорят все-таки о том, кто такие родители. Но мы с вами столкнулись с тем, что до сегодняшнего дня, возможно, мы никогда об этом даже не задумывались. Тогда где мы получили знания? На самом деле мы получили с вами знания из своей родительской семьи. Вне зависимости от того, какая она была. Было ли там папа или папа всегда отсутствовал? Была ли там мама или, возможно, мама умерла или ушла из семьи, что реже гораздо бывает, но бывает. Были ли там бабушки и дедушки, тети и дяди, сестры и братья? Мы получили эти знания от своих родителей, от тех, кто нас воспитывал. И либо кто-то нам рассказывал о том, как воспитывали вас, ваших детей, ваших родителей. У каждого из ваших родителей были тоже папы и мамы. То есть ваши дедушки по папе, бабушки по папе. И здесь был дедушка по маме и бабушка по маме. Почему я так далеко заглядываю? Потому что ваши родители тоже не с другой планеты прилетели, их тоже воспитывали, растили свои родители. И они тоже получили свои знания от своей семьи. Если здесь день рождения, да, вы родились в 90-е или в 2000-е, кого мы сейчас называем детьми, ну, младшими в системе, то ваши родители где-то 60-х, 70-х годов рождения. И это поколение, которое в мирное время выросло, в мирное время родилось и выросло, училась в школе. Это 60-ники, это оттепель, как теперь принято называть. Просто я помню, эти времена, они действительно были достаточно яркие, особенно для молодёжи. То есть, если брать их предков, то есть, ваших бабушек и дедушек, то это 40-е и 50-е. Люди родились в 40-е. На их судьбу, на их годы жизни, на их детство досталась война и годы после войны. Где достаточно много боли, горя, лишений и сиротства. Почему я об этом говорю? Потому что очень часто у ваших бабушек и дедушек, например, отцы погибли на войне. Возможно, мама умерла от болезни или от голода. Возможно, ещё были родственники, которые тоже погибли. Их гибли на их глазах. И поэтому страшного очень много. То есть, есть здесь много страха, боли и сиротства. Почему я об этом говорю? Потому что вот она боль, которая потом вылилась в определённую зависимость в вашей семье. Любую. Алкоголизм ли это? Наркомания, компьютерная зависимость, игромания. Любая степень зависимости всегда от боли и всегда требует выздоровления. Ничего само не проходит. Каждый раз в лекции своей напоминаю, что ничего не проходит само. С годами рассосётся, повзрослеет и станет умным, и перестанет употреблять или играть, или сидеть круглосуточно в компьютере. Нет. С годами не проходит. С годами накапливается всё больше. Боли всё больше. Лишений разного рода, да? Нарушений социальных и деструктивных больше. Мало того, помните, да, если в семье хотя бы один член семьи употребляет наркотики или любую другую зависимость, то вся семья страдает. Вся семья становится созависимой, хотя если говорить, что боль и страх оттуда, то там копилось давно. Это к тому, чтобы вы понимали, откуда мы взяли знания, кто такие родители, как нас воспитывают. Здесь лишь бы не было войны, сделать всё, чтобы было хорошо, и сюда автоматом. Всё сделать, чтобы было только хорошо. Делай, что хочешь, лишь бы не было страхов, боли, ужасов, лишений, сиротства. И тогда всё неправильно. То есть нигде не показывали, кто такие настоящие-то родители. Что они дают-то на самом деле? Не только спасают, контролируют и удовлетворяют все ваши потребности, что только хочешь, либо наоборот. Если здесь было много страха, боли и сиротства, то было мало чего, любви. Вспомните, ваши родители, успевали ли они вас любить? Показывали ли они открыто свою любовь вам? Возможно, если ваши родители в очень молодом возрасте пошли учиться, ещё и работать, зарабатывать себе на жильё, ипотеки, и сейчас продолжают это оплачивать, может быть, развивают бизнес, стараются всячески выжить, то не до любви. Очень много других задач, которые решают папы и мамы, им становится не очень до своих детей. Дети растут и растут, и слава богу, если они не дают никакого сигнала о том, что требуют особого внимания, что им больно, страшно, и нужно уделить большее внимание. Мы с вами сталкиваемся с тем, что надо больше внимания, когда появилась зависимость, какая-то степень зависимости, когда наши дети начинают нам сигналить о том, что им плохо, вне зависимости от того, что мы, как родители, им дали всё. Мы построили уже жильё, возможно, и им вы уже построили отдельные квартиры, вы их выучили в вузах, возможно, в платных вузах, вы ходили обули, и за рубежом учили. Вы их кормите до сих пор, и кормите очень хорошо. Кто-то купил даже машины, и спорт обеспечил, и всё, что угодно, лишь бы ты развивался. А мы сталкиваемся с чем? Что не развивается. Зависимость – это определённая степень деградации, это уход от реальности, уход, в общем, от здоровья к нездоровью, уход, смерть. Не забывайте, зависимость – смертельное заболевание, которое обязательно нужно лечить. Но это не то, что мы такие белые, пушистые, мы такие прекрасные, работаем хорошо, мы тут все с высшим образованием в хороших должностях. Потому что чаще всего сейчас, в последнее время, сталкиваюсь, что как раз те, кто родились в 60-х, 70-х, они уже никто и не употребляют, особенно ничего. То есть не здесь поколение алкоголиков, как мы считали всегда, что сын алкоголика, или сын алкоголички, или дочь алкоголички всегда будет зависимая личность. На самом деле нет. Мы чаще всего вот на этом уровне теперь сталкиваемся со внуками алкоголиков. Потому что те, кто выжили в страхах, боли, бомбежках, голоде, не в сиротстве, вот те люди обычно чем-нибудь свою боль компенсировали. То есть алкоголем, либо еще какими-нибудь средствами, которые обезболивали душу. Я сейчас говорю вкратце о том, какая больная схема в семье может сработать. И чтобы вы никогда не думали, что мы такие хорошие и папа, и мама, все может быть, что вы живете вместе до сих пор, что вы любите друг друга, что вы друг друга поддерживаете и очень хорошо даже общаетесь. И вот здесь любовь есть, а вот здесь происходит зависимость. И я говорю о своем опыте. Я говорю о том опыте, с которым сталкиваюсь ежедневно, когда ко мне приходят на индивидуальные консультации, на расстановки, в группы, и когда люди рассказывают свои истории, что они никогда не хотели, чтобы их дети ушли в зависимости. Им никогда не наливали спиртное. И никогда не показывали, что такое пьянство. Люди приходят, которые действительно ведут нормальный образ жизни. И вдруг в их семье зависимость. Это говорит о том, что здесь была воль, которая каким-то образом проявилась на следующем поколении. Мало того, вот эти годы, если вы помните эти годы, те, кто постарше, помнят 90-е, когда было тоже не до себя, когда шла перестройка в стране, и когда все рушилось, старые идеалы, старые приоритеты, авторитеты, партия развалилась, комсомол, то есть общественной организации не было. И еще вера не возродилась. Вот та вера, которая была уничтожена еще до войны, когда разрушены храмы, когда люди перестали носить кресты, ну и всячески все это было опорой на что-то другое. Я говорю о том, что ресурс в свое время был разрушен. Ресурс, на котором жили, возможно, предыдущие поколения, те, которые до революции. Здоровье оно там, но мы уже этих людей и не помним. Мало того, мы их и не видели никогда. Если мы родились в 90-е, кого же мы видели из тех, кто родился до революции? Ну, уже никого, их не было в живых. Тенденция очень нехорошая, когда у нас не соблюдается заповедь чтения отца своего и мать свою. Очень важно, если есть семья, в которой это соблюдается, которая из поколения в поколение накапливает знания, когда сохраняются фотографии, истории, родословные пишутся, вот там все в порядке. Там можно избежать большого риска образования здесь, зависимости, потому что это наши корни, это наша платформа, это наша основа, это наш ресурс, ресурс, который позволяет быть здоровым. Когда вы сохраняете фотографии, знаете истории, то есть проявленное и сказанное этому «да», когда вы говорите своим предкам «да, вы у меня есть», «да, вы меня произвели на свет», «вы меня родили», и я благодарен или благодарна вам за жизнь, спасает от зависимости и очень серьезно спасает. У меня есть лекции «Роль матери отдельно в выздоровлении своих детей» и «Роль отца в выздоровлении детей». Мало того, у меня даже есть лекция, где я описываю процессы разводов. Если вы даже развелись, то вы прекрасно можете сохранить отношения общечеловеческие и дать здоровье своим детям, даже если до сих пор об этом не задумывались. Вот, предположим, вы сегодня первый раз столкнулись с тем, что вы обнаружили зависимость или тенденцию к зависимости в вашей семье и обратились к узнаванию схемы, как теперь поправить ту ситуацию, которая уже есть. Вы признали, что есть проблема. Вдруг вы определили, что оказывается, мы здесь-то уже давно вместе не живем, и мы друг друга не любим, и мы тут уже и отдельно живем, или уже оформили разводы, мы в разных семьях уже живем. Если как муж и жена вы развелись, как любовники вы расстались, как половые партнеры, может быть, вы уже давно не вместе, вы остались родителями, и это навсегда. То есть, вырастут ваши дети и родят своих детей, и вы в них тоже будете вместе. Вырастут ваши внуки и родят своих детей, и у вас будут правнуки, вас не будет возможно на земле, а в них вы будете оба вместе. То есть, в ваших детях 50 на 50. Оба родителя вместе. И вот это вынуть из ваших детей невозможно. Если вообще понимаете, о чем я говорю, да, я говорю о хромосомах, которые вот так в нашей ДНГ, папа и мама оба вместе, родителей. И из этого дальше абсолютно все. Каждая ресница, каждый волосок, каждая клеточка вашей кожи и все другие клеточки, ваши мысли, способности. Почему иногда мы видим, да, что наши дети похожи на нашу бабушку или на дедушку, или на какую-нибудь сестру бабушкину, там, не знаю, двоюродного дедушку. Это очень интересный процесс. Это можно исследовать бесконечно и этим интересоваться бесконечно. искать фотографии, искать сходства, это будет правильный процесс, потому что это химия организма, это физиология, это не корректируется. Не пугайтесь, если вы вдруг обнаружите, что если не здесь алкоголизм, то вот где-то здесь, да, ну понятно, человек родился в 40-х годах, да, войну прошел и потом было очень тяжело, он пережил этот холод, голод, лишение, может быть, да, болезни очень страшные и потом стал немножко выпивать, чтобы действительно заглушить эту боль и не находил других способов, потому что, если говорить о 60-х, да, начало 60-х, то не было еще и движения, и лечения не было, и люди либо терпели, либо разводились, и, в общем, все очень непросто. ДФС и есть ДФС, да, дисфункциональные семьи, это очень разное проявление дисфункции. Либо кто-то пил, либо кто-то уходил, кто-то забывал, кто-то был женат на работе на своей, трудоголизм никто не отменял, уезжал в другую страну и забыл общаться, так тоже бывало. Кто-то поругался здесь ужасно при дележке имущества каком-нибудь или еще чего-нибудь. Это все не проблемы тех детей, которых вы произвели на свет. Это проблемы тех, кто это делал. Все страшное, все тяжелое, можно им оставить с благодарностью, с поклоном, поблагодарив за свою жизнь. И тогда это тяжелое останется на том уровне, где оно возникло и было, а здесь появится ресурс здоровья. Но с благодарностью, поклоном, почитанием. Почитать – это помнить и гордиться. Многие говорят, так что ж мне теперь делать, что папа сказал, что мама говорит, да, они уже старые, они уже меня не очень понимают. Нет. Почитание – это не делать то, что они говорят. Даже где-то наоборот. Очень хорошо понять, как они живут, очень хорошо принять их позицию, но оставить ее им. А самим вырабатывать новую взрослую позицию. То есть взрослыми мы становимся, когда мы уже не папа и не мама. Особо хочу остановиться на том, если у вас отчимы и мачехи. Очень легко говорить, когда папа и мама вместе, я знаю, кто они, никто не путает это, потому что часто ко мне обращаются те, у кого в первом свидетельстве о рождении одна фамилия, а в следующих свидетельствах о рождении, которые переписаны в определенном возрасте, может быть, даже в очень неосознанном, в 3 года, в 5 лет, когда вы не помните предыдущего, где написан другой человек. Это усыновление и удочерение. Особо хочу остановиться на тех родителях, которые это сделали, но в силу определенных обстоятельств. Я понимаю прекрасно тех, кто, возможно, это оформляет, и это нужно вам для чего-то. У вас есть свои причины для этого. Важно помнить, что папа физиологически именно тот, который произвел на свет. Который дал свою клеточку. Это, это на самом деле родитель. Родитель от слова родил. Дал жизнь. И мама, это та, которая дала клеточку. Не та, которая, возможно, потом вписана, как мама, а именно та, которая дала клеточку. Но бывают такие случаи, когда умирает при родах женщины, да, и ребенка записывают на другую маму. Бывает, да, на бабушек, дедушек записывают. Это нормально, чисто юридически. Фактически, вам надо обязательно знать свою родню, настоящую. И только таким образом вы получаете энергию здоровья. Если вы являетесь таким отчимом, это не говорит о том, что вы теперь умываете руки и не принимаете участие в воспитании детей в вашей семье. Нет. Вам все равно принимать участие. Вы взяли эту ответственность на себя, вы женились на их матери, и вам растите этих детей. Но с полным уважением к тому человеку, который дал фактически, физиологически, на химическом уровне жизнь. С уважением. Уважение заслуживает даже очень тяжело болеющий человек. Потому что, почему мы иногда лишаем родительских прав наших родителей? Потому что они не выполняют свои родительские функции. Вот теперь, потом, да, юность 90-е, в общем, все спуталось, все смешалось, и человек, возможно, вырос инфантильным. И поэтому не смог нести свою родительскую функцию. А вы, как взрослый человек, женились на их матери, стали расти детей, называйтесь отчим. Даже если вы в паспорте у них записаны как отец. Обязательное уважение к их отцу. Так же и касается родной матери почитание и уважение к отцу. И наоборот. Особо остановлюсь на тех родителях, которые вообще взяли детей из детского дома. Может быть, да? Из дома малютки. И, возможно, вам даже не сказали, кто родители ваших детей. Либо вы взяли клеточку, физиологическую клеточку из банка. Сейчас это возможно. Сейчас у нас ЭКО очень развита. И вы понимаете, что можно взять клеточку и совершенно от неизвестного родителя. Тоже вас обязывает это к тому, чтобы с большим уважением, принятием и почитанием относиться к этому родителю, который дал жизнь. Возможно, вам покажется это странным, но это серьезный момент. Ваших детях, ваших внуках, ваших правнуках будет всегда та химическая формула, которая была у этого человека. Хорошо, если вы знаете, кто этот человек. Хорошо, если вы доверяете, какую информацию вам дали. Если есть возможность узнать, это тоже очень важно. Хотя, вы понимаете, законам это все охраняется, но ваше дело почитать. То есть кланяться, благодарить, гордиться, что именно этот человек дал жизнь. Ну, в программе есть высшая сила, как мы ее понимаем, поэтому вы понимаете, что это не только желание двух людей произвести на свет потомство. Кстати говоря, кто родил детей, вы знаете, что это не всегда по желанию. Бывает очень неосознанный процесс, очень случайная связь и появляются дети. Бывает очень готовимся, готовимся, делаем, делаем, особенно подготовка к ЭКО, а потом вдруг бац, ни с того ни с сего появляются дети. Бывает, что у мужа и жены несовместимость определенная, детей нет, бесплодие даже ставят, а потом что-то происходит в других отношениях и появляются дети. На это есть воля Божья, высшие силы, как мы ее понимаем, и к этому тоже относитесь с большим уважением. Если брать наши души, те, кто пришли на землю, мы прекрасно знали, в какой семье, у каких родителей мы родимся. Только теперь при жизни нам это не дано. Это просто есть другие теории, которые доказывают этот процесс. Есть телесные практики, по которым можно это определить. Так что это подтверждено другими вещами, не 12-шаговой программы. И не эзотерика никакая. Но хорошо это все говорить в теории, а что же на практике? У нас с вами есть страшная химическая зависимость, которая появилась в наших детях, наших потомков, и мы хотим с этим что-то сделать. Поэтому что делать родителям, чтобы дети выздоравливали? Уже сказала о том, что если вы любите друг друга, если вы живете вместе, если вы сохранили брак, что очень хорошо, то очень важно друг друга поддерживать, потому что в ваших детях вы единое целое. То есть мужская часть и женская. Все ваши дети состоят из ваших клеточек, которые состоят из двух, из папы и мамы. Так любите ваших детях, если вы мама, то папу и себя. И любите ваших детях, их маму и себя. И вот если эта клеточка любимая, если она вам дорога, потому что она о жизни, она делится, и дальше растет человек. Растет по жизни духовно, физически, здоровье у него улучшается, что позволяет ему справиться с химической зависимостью и любой другой. Счастье между родителями тоже является залогом того, что ваши дети будут счастливы. У счастливых родителей счастливые дети. Это аксиома. Значит, спросите себя, насколько я счастлива. Обычно у меня мама на приеме и на группах. Насколько я счастлива с этим мужчиной, с их отцом, с отцом моих детей? И насколько у меня эти отношения возможно зашли в тупик или на фоне выявления зависимости вдруг стали разваливаться. Так бывает, что когда в семью приходит проблема, вот жили-жили, может быть не очень осознанно, но что-то созидали, что-то зарабатывали, что-то покупали, кредиты брали, платили, детей растили, и вдруг дети выросли и стали зависимы. И бывает так, что между вами начинаются противоречия. Обычно муж обвиняет жену, что она так растила детей, что они стали зависимы. Вы начинаете обвинять его, и не дай бог его предков, о том, что это от них пошло алкоголизм, игромания, вот у тебя дедушка играл, и прадедушка где там все проиграла, а этот все потеряла, этот профукал, и все вы вообще алкоголики. и начинаете вот здесь ругаться. не помогает выздоровлению ваших детей, это усугубляет процесс. Если вы сделали такой вывод, что вы вместе не можете, ну вот вообще никак сохранить брак, тогда вы понимаете, очень осознанно подойдите к этому и начинайте говорить правду и честно, что дальше вы идете не так, а как-то по-другому, но ваше счастье, ваше личное счастье и счастье в паре залог счастья ваших детей и здоровья. Я не призываю вас ни в коем случае к разводу, я всегда за то, чтобы соединиться и за то, чтобы здесь было все хорошо, но это бывает совершенно невозможно, особенно на фоне обострения, особенно когда какая-нибудь половинка семьи начинает тоже спиваться, употреблять наркотики, ну либо уходить еще в любой другой декорационный процесс. не надо это спасать, нужно очень осознанно, как взрослым людям собраться, честно поговорить, может быть, привлекая других родственников, потому что эта система нас много, у вас есть сестры, братья, есть папа, мама, есть дедушки, бабушки, и решить этот вопрос. Но даже если вы разведетесь, вот эту клеточку любить все равно, клеточку дал, спасибо большое, потому что клеточку дал давным-давно, 20, 30, 40 лет назад, и это самое ценное, что у вас есть, потому что у вас есть дети, то есть благодарностью и любовью с поклоном к своему партнеру, который произвел на свет ваших детей. Кто еще такие родители? Вот они родили, да, мы считаем, что только женщина рожает и вообще воспитывает детей только женщин. На самом деле вы знаете, что это не так. Как для мальчика нужен папа с подросткового возраста, даже с раннего подросткового возраста нужен папа, это точно, совершенно, чтобы он прошел идентификацию и понял, кто он такой на земле, что мужчина это именно такой человек, да, как показывают ему его предки мужского пола. Может быть, здесь дедушки есть, тети, дяди тоже берите. Также и девочки нужна как мама, так и папа тоже, потому что папа, она выбирать будет полового партнера, она будет смотреть на мужчин определенным образом, если папа здесь ее пугал, травмировал, то она будет бояться мужчин. И это все очень непросто. Папиной дочки, да, находят сюда противоположного партнера по жизни, маменькин, сынков, это мы знаем, поэтому максимально будьте едины, чтобы не было этого сына я люблю, а дочку нет, или наоборот, чтобы не было такого различия, максимально долюбите ваших детей, людей. Потому что родитель, это тот, кто дал жизнь и дает энергию любви по жизни дальше. Вашим детям, вашим внукам, вашим правнукам, всему вашему роду до скончания, не знаю, жизни на земле. Вы будете в своих детях всегда, во внуках, и они будут похожи на вас хоть бровкой, хоть глазкой, хоть цветом, каким-нибудь волос, манерой говорить. Это удивительно, когда приводят такие примеры. Да наши дети никогда не встречались с какой-нибудь двоюродной бабушкой, но ведь вот повторяют за ней вот это, и это у него, как у нее. Это действительно так. Это химия организма, это физиология, это нормально. Никакая зависимость не передается по наследству, никакая. Передается цвет, манеры, вкусы, способности, черты характера, темперамент передается. Зависимость нет. Зависимость это только боль в системе. Если правильно помянуть, правильно сохранять законы семейной системы, где есть поклон предков, где соблюдается родительская суббота, когда мы благодарим и чтим, может быть, в вашей культуре как-то по-другому, ваша высшая сила, как вы ее понимаете, по-другому, но делать обязательно. Во всех культурах есть этот закон. Чти отца своего и мать своей. во всех культурах. Жизнь уже дали. Боль, к сожалению, передали. Где взять любовь? Потому что нужно научиться любить. Прямо учимся любить. Если вы родители, бог дал вам детей, то вам придется научиться любить детей. Никакого другого способа нет. Сохранить им жизнь и здоровье, как только их любить. Поэтому где ее брать? Вот даже если здесь была сплошной страх и боль, и вы не очень знаете про это, поднимайте архивы предыдущих поколений. Все-таки дальше 20-е годы там было все-таки ближе к тем предкам, которые жили по заповедям, которые жили в венчанных браках, которые понимали, что ценность брака это важно. Вы помните, да, что разрушено это все было указом 17-го года, когда можно было разводиться в любой момент, жениться в любой момент, детей рожать не очень осознанно, детей отдавать в лагеря, детские сады самим на работу. Я понимаю, что так было создано, чтобы страна возродилась, чтобы она построилась, и вы знаете, сколько легло на женские плечи, и женщина перестала быть просто мамой, а стала еще членом общества, членом политбюро, министром, руководителем предприятия, ну, в общем, много дисфункций, много появилось. И если вы видите, какие мужчины к нашему тысячелетию, то очень много из них незревых, не сохраняющих мужественность, а нам в наших детях придется полюбить, и придется возродить эту мужественность. И это дело обоих родителей. И еще раз о ранге родителей. Родитель это тот, кто дал жизнь, тот, кто дает теперь все свое здоровье, время. Воспитание это не нотации читать, это не советы давать и упрекать, что ты тут не так, там не так, и тут не эдак. Это значит показывать, какой я родитель. То есть, если вы хотите, чтобы ваши дети избавились от зависимости, создали свои семьи, родили своих детей, что в общем вся система на это настроена, чтобы продолжалась жизнь на земле, то вам придется это сделать самим. Полюбить своего партнера, быть с ним счастливым или счастливой, строить здоровые отношения, вне зависимости от того, что может быть до сегодняшнего дня была дисфункция, и давать любовь. Любовь брать там, где она была. Искать ту фигуру, которая была любящая, верующая и знала, что хорошо и что плохо. Искать у своих предков, спрашивать, если такая не находится. Давайте рассмотрим совсем тяжелый материал, когда мы ничего тут не знаем. Были такие времена, когда кого-то сажали, остальные все отказывались от родства. Кануло в леду и ничего поднять невозможно. Тогда откуда мы берем способность любить и кто такой родитель. Как мы понимаем? Второй шаг в 12-шаговой программе вы описываете вашу высшую силу. Как вы ее понимаете? И если вы понимаете, что это уровень вот такого вселенского отца, который дал вам жизнь, участвовал все-таки в вашем рождении, дал добро на это, то можно оттуда брать его любовь, что он несет вас на руках. такая притча, когда бог несет человека на руках всю его жизнь. И когда оглядываясь, вы видите только один след, идущий по земле, то знайте, что в этот момент он вас нес просто на своих руках, даже не опуская на землю. То есть всегда любящий, всегда поддерживающий, всегда верящий в вас бесконечно, и давший вам самое лучшее. Если у вас есть дети, то посмотрите на них, как на самых лучших на земле. Самых правильных, самых важных, единственных, потому что лишних детей не бывает. Один зависимый, да, я его не буду любить, а буду любить другого, который хороший, успешный. Такие перекосы есть. Когда ко мне приходит мама и говорит, да ладно уже, пусть лучше деградирует и умрет. уже так нервы измотал, что не знаю вообще, что с ним делать, чтобы исчезла из моей жизни. Бывают такие папы, которые, да ладно, пусть лучше исчезнет. Это страшные вещи. Я не говорю те фразы, которые мне говорят родители, они страшные. Когда родитель отказывается от своего ребенка. Это страшно. Даже если вы своих детей в свое время куда-то сдали, возможно, у вас такой опыт, когда вы были слишком молодые, не смогли ребенка сразу оставить себе, сдали его может быть до малютки, то любите его все равно всегда и бесконечно. Потому что в нем вы. Даже если его воспитывает другая семья, даже если у него другие в документах папа и мама, которые тоже всю жизнь ему отдали. Вообще все деньги, все свое имущество, все свое время, все свои способности, они растили вашего ребенка как нельзя лучше. они тоже родители. И тоже им спасибо за это. Но вот эту физиологию никто не отменял. Любите ваших детей, в них вашу клеточку. Даже если вы на большом расстоянии от них, даже если вы не можете с ними соединиться в этот момент. Жизнь она бесконечна. Если вы даже не знаете живы ваши предки или нет, и не знаете живы ли ваши дети или нет, любите их всегда, молитесь за них, вашей высшей силе, как вы ее понимаете. Вот основная функция родителя это дать здоровье, дать понимание жизни и давать любовь до конца дней. И даже с того света я вас уверяю, вы будете давать им любовь. Важно это вырастить внутри себя, вырастить в своей душе это чувство. Где взять уже сказала либо тех предков, которые любили вас безусловно. Обязательно есть такой предок, ищите его. У меня например это двоюродная бабушка, это сестра моей бабушки, это даже не мои родители и не моя родная бабушка и дедушка, потому что они все-таки условно меня любили. Они все-равно требований очень много предъявляли ко мне, чтобы я соответствовала их представлениям о том, кто правильный. А вот двоюродная бабушка любила безусловно, и я ее помню очень мало. Мы не жили вместе, но это были те глаза и то выражение лица, которое я помню до сих пор и давало мне эту вот такую поддержку, такую любовь бесконечную, безусловную. Каким-то образом она это взяла у своих предков, пронесла это через всю войну, потому что она была водителем на дороге жизни. Она возила мешки с мукой в осажденный Ленинград. И она смогла мне донести вот это внимание, это выражение лица, которое идет от ее предков. Теперь я могу это взять у нее, потому что она взяла у своих предков, передала мне и дать своим детям. Вот кроме того, что вы воспитываете своих детей, если вы говорите, что родитель еще отвечает за воспитание, да, но не за то, как вы читаете аннотации, говорить умные вещи, сами развиваетесь и учитесь, читаете умные книжки, может быть, и привносите это домой, а вы воспитываете своим поведением, своими ценностями, своим отношением к жизни. И если вам не хочется жить в какой-то момент времени, то ваши дети уйдут из жизни гораздо быстрее вас, потому что они младшие, они слабее, и если вы не даете вот эту силу жизни, радость жизни, то им взять негде. Хорошо, если они вовремя повзрослеют. Если человек химически зависимый или вообще любой другой зависимости, ему не очень просто повзрослеть, он связан еще с системой, ему никак не оторваться. Почему многие репцентры говорят не возвращайтесь домой, вот когда они восстанавливают ваших сыновей, дочерей, они не возвращайтесь домой, особенно если вы здесь не начали выздоравливать, вы не пошли на программу, не стали жить осознанно. Обязательно возрождайте ценность жизни и ценность здоровья. Это тоже дают родители. Они показывают детям, что такое жизнь и что такое здоровье. Каждую секунду своей деятельности, своей жизни, даже когда вы спите, даже когда вы не взаимодействуете с ними, это считывается, это единые поля в системе. Уже поверьте мне, как расстановщику по Хеллингеру я вам об этом говорю, просто опыт уже большой. Я понимаю, как это связано и как это действует. Почему после восстановления вот этих связей правильных выздоравливают дети, идут в центр, начинают восстанавливаться, перестают умирать на ваших глазах. Хоронить детей страшно. Не допускайте этого, не отделяйтесь от детей, не покупайте им квартиры, оставляйте их там в одиночестве. Не надо этого делать. Нужно обязательно быть на связи, быть рядом и давать любовь, так как вы это умеете делать. Не научились, учимся. У нас как у взрослых людей есть такая возможность научиться. Есть литература, есть группы, есть специалисты, есть идущие впереди, есть наставник, который проведет вас по программе и научит качественным отношениям в семье. От дисфункции семьи вы перейдете к здоровым отношениям. Здоровым, где есть любовь, принятие, почитание, ценность каждого члена семьи. Ценность того, что вы дали своим детям. 3 сентября начинаю шестой поток независимых отношений в семье. Это вебинары, которые вы можете смотреть в любое удобное для вас время. Это придет материал вам на почту. Вы будете осваивать шаги, развивающий диалог, работу с чувствами, много упражнений, домашних заданий. Вы будете делать в своем темпе, который ваш. Вы будете получать на льготных условиях консультации, расстановки, будет чат для общения в WhatsApp. Любые вопросы будут отвечать еженедельно и также вам в домашних заданиях будут тоже отвечать на ваши вопросы. Это хорошая работа, трехмесячная работа над собой, и это очень вас продвинет в том, чтобы из ДФС превратиться в здоровую семью. пользуйтесь этим, это доступно в любом регионе, в любом часовом поясе, потому что это не связано с посещением определенных групп. Это ваш материал у вас дома. Можете это делать всей семьей. Значит, если все понятно, мы можем на этом остановиться, вы всегда можете задать вопрос, вы всегда можете написать комментарий. Добро пожаловать, общаться, задавать свои вопросы, темы, буду отвечать в лекциях на ваши темы. Получайте эту помощь, она доступна, прощаюсь с вами, до новых встреч! Продолжение следует...